Гуляла я однажды по Краснодарской набережной, наблюдала за рекой, такой очень тихой, спокойной. Кстати, тут вообще не было течения. Смотрела, как летают птицы над речкой, слушала звуки. Прикольно было со высоты наблюдать, как внизу летают птицы по ряд, словно выше над этими птицами. У меня такое приятное было чувство, может быть даже какого-то превосходства, но в хорошем смысле этого слова. И тут мое внимание привлекло здание, достаточно симпатичное на первый взгляд, достаточно прямоугольное, даже почти квадратной формы, с такими необычными окнами. Но это здание, видно, что стоит давно, и оно не достроено. Смотрите, какие красивые окна, такие арочные. Идея была хорошая, но почему-то данное здание оказалось заброшенным. Как вы думаете, почему дома, бывает, что недостроенные часто встречаются? Почему дом вроде бы начали строить, ведь была какая-то идея, но его не достроили? Всем добрый день. Сегодня я хочу записать видеоответ на вопрос, который я закинула в свой чат для вашего размышления. Я сняла там видео на тему моего наблюдения. Однажды я гуляла по набережной города Краснодара и увидела здание недостроенное, на первый взгляд, достаточно красивое. И видно было, что оно заброшено давно. Мне было интересно проанализировать, в связи с чем это здание оказалось недостроенным. Я закинула тему, назвала её «Зачали, но не родили» или «Родили, но бросили». В общем, это строение пока не обрело жизнь. Оно встаёт как мёртвая какая-то история, как трупак такой, короче. Вот, архитектурный труп. И сегодня я смотрю вот сейчас на экран, у меня здесь выведены картинки, а здесь я их выведу сюда, на экран, чтобы вы тоже их видели. Я немножко проанализировала, я сильно не буду вдаваться подробностей. В принципе, даже примерно такое моё видение, оно уже даёт некую картинку более понятную, почему порой здания стоят брошенные, недостроенные. Я рассматриваю сейчас историю города Краснодара конкретно. Вот смотрите, речь идёт о здании, которое находится на набережной. Здесь вот видно, что, немножко издалека покажу, видно, что вот красная точка, смотрите, красная, написано «Береговая улица», номер дома и дробь. Вот эта красная точка — это тот участок, на котором, как пятно застройки, на котором стоит здание недостроенное, я его специально здесь нашла. И обратите внимание, в каком, так скажем, необычном месте находится это здание. Здесь течёт река, скорее всего, она течёт с севера на юг, это очень часто. В северном полушарии так происходит. Но не обязательно, но вот конкретно в России частая такая история. Вот с севера на юг течёт река, скорее всего, я так предположу. Но этот момент, конечно, стоило уточнить, но я не уточнила. Я просто обратила внимание, что с юга на север часто, ой, редко текут реки, в всяком случае в России. Ну вот, скорее всего, с севера на юг течёт река. И, допустим, предположим, что это так. И вот, смотрите, течёт река, и она встречает на своём пути некий такой участок земли, такой небольшой такой, так скажем, выступ тут такой тоненький есть. И река его огибает, и дальше уходит по бокам этого участка. И вот то здание, оно находится на участке треугольной формы. Вот здесь вот как раз, может, это излучено или правильно, не знаю, так вроде называется. Вот. И это здание недостроено. То есть фактически его зачали, его даже до какой-то степени уже сотворили, но оно не родилось, и оно, соответственно, не обрело жизнь. Почему я так называла «не родилось»? Потому что оно не обрело жизнь. Оно сформировалось, можно так сказать, но не родилось. В нём нет жизни. Если посмотреть на эту историю, как на историю, которую я предложила в контексте «зачали, но не родили», то давайте посмотрим через призму, как это бывает в жизни у людей. И, допустим, какой-то спонтанный процесс, может быть, по пьяни соединились мужское и женское тело, женщина забеременела. Но это по необдуманности как-то произошло, и, соответственно, тело начало уже формироваться. В какой-то момент женщина замечает, что она беременна, и это ей ни к чему сейчас. Мы сейчас никого не осуждаем, просто как сюжет. Это ни к чему, и она принимает решение избавиться от плода. И, собственно говоря, в тот момент, когда она от него избавляется, допустим, предположим, срок достаточно уже большой, и тело уже сформировалось, это фактически-то как убийство выглядит, но это в контексте нашего сюжета, не родившийся какой-то персонаж. Да, тело сформировалось, но оно не получило жизнь и не реализовало свой потенциал. Точно так же здесь. Видите, был согласован проект, были заведены строительные материалы, были потрачены деньги на строительство, наняты люди, даже под кровлю заведена эта история. Я это фото сейчас тоже приложу, вот можете увидеть фото этого дома, строение этого, скорее всего, общественного какого-то строения. Но оно не обрело жизнь, то есть фактически тело сформировалось, но не родилось. Если посмотреть на данное строение, пока что на участок, то что мы с вами увидим? Смотрите, я не говорю о том, что здесь уже, как сказать, вот только покрупнее я сейчас покажу, уже здесь, так сказать, река, такое сильное течение реки, оно имеет, конечно, разворот перед этим участком, но представьте, какая мощь идёт, да, то есть какая мощная энергия. Это из разряда, когда ударящая дорога попадает в дом. Примерно такая же история, я бы даже сказала, помощнее в разы, в разы помощнее. То есть прямо идёт, так, сейчас я у себя открою, вам покажу сейчас. Прямо идёт такой удар с севера, да, с севера. Идёт как будто бы удар, ударяет в этот участок, разбивается об этот участок, и дальше уже обтекает и утекает, уходит прочь эта энергия. А северное направление у нас чаще всего это материальное направление, и чаще всего оно связано с коммуникациями и с финансами. То есть, скорее всего, здесь что-то по коммуникациям ударило в своё время, возможно, какой-то конфликт случился, возможно, какие-то скрытые мотивы были здесь у этого здания, может быть, отмывание денег, но смотрите, что это завязано с северным направлением, скорее всего, что-то с деньгами связано. Возможно, это отмывание денег, возможно, конфликт на почве денег произошёл. Я пока предполагаю точную историю, я не знаю, будет у меня возможность нарыть, что там действительно произошло, я расскажу. Но знаю точно, что в Краснодаре очень часто брошенные дома связаны с воровцом, судебными какими-то процессами, очень часто. Деньги вкинуты, деньги были собраны, что-то там построено для видимости, в итоге деньги куда-то делись, люди пропали, либо их потом нашли и посадили. Очень частая история в Краснодаре, очень много здесь недостроев. Но я думаю, что здесь тоже что-то с этим связано, судя по тому, что такая с Запада сильное течение идёт. Вот Запад очень часто отвечает за, говорят за судьбу, но я за некое положение, за статус. Это что-то связано с статусом. Кто-то, возможно, воспользовался своим статусом, это моё лишь предположение. И каким-то образом что-то пошло не так, потому что здесь идёт подмывание прям этой истории статусной, особенно сильно с западной стороны. Тогда обратите внимание, я сейчас поближе показываю, вот это пятно застройки, так скажем, участок, на котором построено здание, пока участок посмотрим, он треугольной формы. Треугольная форма — это форма не, естественно, не квадратная, не прямоугольная, вы понимаете, это половинка. И она больше представляет в себе энергию страсти, энергию каких-то целей, задач, активации, достижения каких-то результатов. То есть когда нужно достигнуть какие-то результаты, нужна энергия страсти. И здесь до какой-то степени она в большей степени представлена, потому что здесь вообще в принципе нет прямых углов. Даже вот снизу, может быть, он и есть чуть-чуть, но это не прямой угол. Здесь идёт энергия ускорения, такое энергетическое ускорение. То есть вот эта энергия страсти, она каким-то образом повлияла на то, что какой-то он был получен, но результат рождения этого строения, зачат-то зачали, но не родили, он не реализовался, потому что, возможно, идея была только зачать. И я сейчас объясню, почему я ещё так думаю, но не родить. Смотрите, если мы посмотрим, вот я сейчас прямоугольничком, квадратиком покажу, достроила я до логически правильной формы этот участок, если бы он был таким. И это что нам даёт? Это даёт нам возможность посмотреть ситуацию. То есть смотрите, у нас получается практически половины, север, северо-запад, запад практически вот этой половины, её нет, она смыта рекой, водой вот этой вот, так назовём, водой, рекой страстей каких-то там, да, страстей. А ещё тем более это северо-запад, север, да, это как раз очень часто связано с эмоциональными, с деньгами, с какими-то историями, что-то связано с законом, потому что Запад ещё подмывается, Запад в направлении законов, законов, государственных структур. Что-то здесь случилось, что-то пошло не так, какие-то скрытые мотивы, которые, может быть, не совсем честные и порядочные, были, в общем, проявлены, и они проявились в виде несостоявшегося объекта. И если добавить сюда ещё Васту Порушу, я просто захотела почему-то добавить, чтобы показать вам, то что мы видим? Я тёмным выделила специально ту часть Васту Поруши, которая смыта водой, да, так скажем. Ну так будем в контексте вот таком рассматривать. Правая часть его присутствует, левая часть, она почти вся, она смыта. Что означает правая часть? Я про Васту Порушу много говорила, сейчас чуть-чуть скажу. Правая часть — это мужская, левая часть — это женская. Правая часть — это создавать, достигать цели, левая часть — реализовывать, получать удовольствие, как-то развивать эту историю. Вот. Реализовать, взять вот какой-то там участок земли, вкинуть туда деньги, возвести до кровли буквально-таки объект, но не пустив в него жизнь. Это мужская история. То есть мужчина, он что, он зачал, сделал своё дело, там что-то начало твориться, оно сотворилось, процесс запустился. Дальше женщина рождает эту историю, любит, холит, лелеет. Да, воспитывает, они вместе воспитывают, конечно, в идеале. Но в целом большую часть жизни женщина посвящает любви к ребёнку. Материнский инстинкт у женщины сильный, да. Но то он и материнский, потому что он у матерей сильный. У мужчин такого сильного инстинкта всё-таки нет, потому что как некая игра, да, женщина больше несёт ответственность за воспитание потомства и вкладывание в неё эмоциональной любви, там всего радости, заботы. Вот и получается, что женское, оно здесь отключено. Соответственно, идеи впустить жизнь, воспитать, родить, создать что-то прекрасное, наверняка подсознательно не было у тех, кто запланировал стройку на этом участке. Вот. Соответственно, зачать получилось, родить не получилось. Женская отключена здесь история. То есть рождение не запланировано было. Случайно или не случайно, я точно знаю, не случайно, но, возможно, у тех, кто участвовал здесь непосредственно, не было это прямо осознанно, этой идеи. Это просто так пошло. Так пошло, что где-то вот это вот подсознательно смылась история родить это ребёнка. Если взять ребёнка, да, как объект, как ребёнок, ребёнок, очень часто какое-то влечение нас как бы соединяет, но не всегда это влечение в виде там соития двух тел приводит к тому, что рождается, ну, то есть желаемый ребёнок. Часто вот, когда это спонтанное что-то, на какой-то там страсти случившееся, оно приводит к нежелательной беременности, и эта беременность, она приводит к тому, что мы сбрасываем предмет этой беременности, признак, на самом деле так-то убиваем жизнь, но я сейчас без осуждений. Не даём жизнь, так скажем, не даём жизнь продолжению вот этого вот акта, акта любви всё равно, это в моменте был акт любви. И здесь акт любви случился, зачатие случилось, тело даже сформировалось, на это ушли какие-то ресурсы, но что-то пошло не так, и это не родилось. В какой-то момент возникли сомнения, сомнения, возможно, возникли какие-то события, которые, вот как я ранее сказала, связаны с деньгами, с эмоциями, с властью, со статусом, с государственными структурами, и это привело к тому, что желание не родить этот объект, оно реально материализовалось. Больше это похоже на отмывание денег, но может быть, это визуально так выглядит, но это просто в моменте что-то пошло не так. Но по ощущениям, всё-таки, это больше про некая вот хитрость какую-то. Что-то здесь схитрили, схитрили, Ну и, соответственно, этот объект не родился. Давайте посмотрим теперь на дом ещё немножечко, я сильно не буду сейчас погружаться. Я тоже так же дорисовала прямоугольник, чтобы посмотреть, как в некую гармоничную версию космологии Вселенной, вселенскую гармонию вписан этот объект и что из этого получается. В принципе, идея хорошая. Если на этот объект заявится какой-то человек, который разберётся и у него есть цели давать что-то больше, нежели просто вкидывать деньги и получать бабки с этого, а давать нечто больше, больше внести в это пространство идею, в это строение, то строение имеет место, ну то есть имеет даже потенциал к успешности. Если делать коррекцию участка, сделать коррекцию формы участка, навести там три порядочек, но в целом, смотрите, достаточно квадратная форма, хорошая целостная форма, она вполне имеет место. То есть если бы мне сказали, есть ли возможность раскрытия потенциала этого объекта, я бы сто процентов сказала да. При некоторых коррекциях, но точно сто процентов есть потенциал такой. Но издание смог себе красивые фото, я вам показывала. Вот ещё раз покажу. Но, смотрите, есть закруглённая часть, я тут так немножечко просто от руки показала, стрелочка синий. Закруглённая часть, это выступающая часть на первом этаже, по-моему, насколько я помню, или первые два или три этажа. Это не всё здание, это нижняя часть здания. А круг — это форма невежества. В принципе, недвежественная форма — это некая форма, которая больше про… так, в контексте, сейчас не то, что-то только про это, в контексте. Больше про некие скрытые желания. И смотрите, круг идёт по югу, юго-западу и частично захватывает запад, но больше это юго-запад и юг. Это больше энергии страсти, опять же такие, энергии невежества, активизация энергии невежества. Это больше про энергию каких-то желаний. То есть материальные желания каким-то образом направили того, кто этот объект не довёл до ума, совершенно, не сказать, что ложным путём, иным путём. То есть возникли какие-то там, возможно, потребности, возникли какие-то форс-мажоры, да, и материальные желания увлекли идею довести до результата этот объект, до жизни, а переместилось внимание, как я предполагаю, во что-то другое. И это в итоге выглядело, как пришёл, начал, но не закончил и ушёл. А вот и ныне там. Примерно так. То есть, в принципе, если обыграть это с точки зрения гармоничной архитектуры, правильным образом обыграть, то в этом пространстве можно организовать очень хорошее место для реализации желаний человеческих. То есть люди сюда будут приезжать и реализовывать свои желания. Будь то это какой-то гостиничный комплекс, какая-то там, не знаю, бизнес-центр. Может быть, это что-то объединённое, что-то ещё такое, где люди реально будут приходить и реализовывать свои желания. Тем более, тут такие хорошие видовые характеристики. Наверное, не случайно здесь этот объект появился. Видовые характеристики дали себе знать. Река, да, природные какие-то ландшафты здесь хорошие. Соответственно, если до ума довести, то это тело, которое уже сформировалось, его можно, в принципе, родить и дать ему вполне шикарную и успешную жизнь. Но для этого должен прийти соответствующий человек, у которого есть настроение, иное настроение, не просто зачинать, а брать ответственность за объекты и доводить их до ума, и до некого совершенства, и до некого смысла, от которого будет польза не только финансовая ежеминутная, но и польза финансово растянутая во времени, и польза для людей, чтобы все были удовлетворены. Соответственно, я что хочу сказать, что этот объект для меня интересный объект, который, с одной стороны, как будто бы обречён, и с другой стороны, в нём очень много есть потенциала, который при правильном подходе даст очень хорошие результаты. Надеюсь, я немножечко расширила тоже ваш взгляд, потому что в моём чате на эту тему уже есть высказывания, можно зайти в чат, посмотреть, подписаться. Но, тем не менее, как всегда, я позитивно смотрю на жизнь, какая бы задача ни была изначально, всегда можно выбрать иное и развернуть большую машину нашей реальности в нужное направление, где больше позитивного, больше прибыли, больше удовлетворения, больше результатов. Соответственно, данное тело, которое уже сформировалось, можно реанимировать и сделать из него нечто прекрасное при соблюдении некоторых моментов, которые, конечно… у меня вот есть идея, как это сделать. Если будет на то воля свыше или моё внутреннее желание, то я с радостью бы поучаствовала в реанимации этого объекта. Но в целом мы понимаем с вами, что если у нашей потребности вступают в сексуальные отношения, есть потребность просто в сексуальных отношениях, то, может, будьте кто вы к тому, что могут возникнуть последствия, и за эти последствия вы уже будете сами решать. Вы зачали, будете рожать или не будете рожать. Но если себя не осуждать, а просто быть в контакте с собой, можно понять, что да, я могу зачать, я могу родить, но могу, допустим, не воспитывать этого ребёнка. Я могу зачать, могу не родить. Я могу зачать, могу родить, могу воспитывать. То есть можно вообще по-разному. Сами решайте, какую роль вы для себя возьмёте, какой опыт вы будете получать. Данный сюжет, он про то, что зачали уже, уже зачали. И, в принципе, можно родить и дать этому жизнь при некоторых хитростях. Всем удачи, сбили о процедании. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова